Так, ну что, доброе утро. Сегодня у нас 7 градусов, немножко прохладнее. Сейчас у нас утро Яруль уже умылся. Так, Яруль, давай, есть, пожарила ему сырников свеженьких. Давай, быстренько. Так, Лёв, что ты вообще? Почти. Лёв, давай. Быстренько кушаем. У нас в школу я приготовила, тоже пожарила чуть-чуть. Ну, два туда, два сюда. И банан. В школу будет ещё сок. Себе я приготовила вот такое. Сейчас буду краситься по-шустрому. Немножко. А, сейчас, Яру. Давай, пуши. И у меня груша, авокадо и вода. Чай без чая. Короче говоря, одну сейчас сколько-то делаю. И мы уходим. У нас снова Яруль. У нас уже полчаса уже занятия. Надо 10 часов нам выйти. Всем приятного аппетита. Так, сейчас надо мне витамины свои выпить. Все. Мы прибыли. Погода вроде хорошо. Я не знаю, где будем заниматься, как. Он, сколько он и уже, видишь, на улице. Думаешь, на улице? Ну, что-то пока не видно никого. Погода там, мне кажется. Если это не Паута Руссия, то, скорее всего, они на неё не выйдут. Да. Они же её должны ещё и тоже приучить. Ну, и посмотрим. Я ещё не знаю, кто там. Что же встречается? Красота? Милота. Уже начинается сезон. Правда, Озия, это водохранитель. Видео, она ещё снегу заморочена. Пока ещё не отошёл. Река нормальная? Угу. Голу поднимай. Ну, река на этот движется, а это немножко так. Хочу, мама. Да, как-то хочу. На руках его на ручках вносить. Всё, мы закончили занятия. Правда, не очень это... Ну, да, я это эффективно, я просто для осени немножко. Да, немножко был возбуждён, и поэтому попросили нас не фиксировать. Не отвлекаться. Не, не сюда, есть отвлекаться. Да, поэтому... Не, 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 не мешать. Не, не мешать, да, поэтому пришлось... Мы сейчас в школу бежим. После школы у нас плавание, да, конечно, поэтому... Потом Ира, потом плавание. Да, потом Ира. В общем, короче, у нас насыщенный день. Здравствуйте. Насыщенный день. Всё, чтобы надо всё успеть ещё. Всё, мы побежали. Уфисбук. Угу. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот они красавцы. Встает. Возможно, они ничем не знават, да? Ну, да. Ну, я так, наверное, воспитание всё равно здесь, потому что она дошла. Ну, что-то там. Угу. Не, ну, ребёнок тоже они боятся, но мало ли. Да, папа, да, старай. Вон. Музыка. 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 Уже весна, хорошо? Уже весна, а вот уже тепло, наш любимый почетный караул, сейчас идет смена караула, одни будут заступать на пост, другие сменятся, еще раз повторюсь, миллион раз буду повторяться, трепетные чувства, молодцы ребята, дай бог вам здоровья, всего самого хорошего в жизни, естественно, не шмыгается где-то по подворотнему, а действительно занимается общественно полезным делаем, молодцы, зачем ты, студишь, немножко аккуратно такой яроссов и салат, я салат сделала, помидоры, огурцы, китайская капуста, шпинат, лук, немножко майонез и масло, я Андрей пожарил курицу, мы пришли, вот потом расскажу, опять и попей, как всегда у нас веселой жизнью, выдохну, поеду, потом расскажу, все-таки, так что мы обедаем и сейчас я работаю, три часа у него занятия с логопедом, а потом нам еще уходить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все хорошо. Сейчас кольца сошли. Подальше к ним он там, что такое. Слушайте, не быстрее. Пока не надо, стоим. Ну, можно и так, в принципе, неплохо. Вот так. О! Яр, не ныряй пока. Пока не ныряй. Успеешь. Яр, не ныряй пока. Пока не ныряй. Успеешь. Трiggers. Пригęd. Туравляйка. Оксан g останется. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok а потом мы немножко отдыхали, не знаю, что-то как-то я устала, только сейчас надо еще с Шошонином позаниматься, какое-то как бы прям напряжение вот здесь мышечное за счет этого. Вот с этой стороны, кстати, нет, я это не чувствую. А эта часть, ну, может быть, сейчас очень тяжело стало, все-таки он уже подросток, он уже растет, он уже взрослый. Но я хотела рассказать эту эпопею нашу, которая, в общем, продолжается. Я не знаю, кто прав, не прав, но разозрались сегодня в итоге все. Зачем разозрались, так я и не поняла. Ну, ладно, расскажу так, знаете, то есть сначала я не думала, не знала, думала, надо, не надо вообще рассказывать, как бы кто-то поймет, кто-то не поймет, кто-то, ну, чтобы лишних не было, дискуссий ненужных, которых потом я буду нервничать, думаю, не хотела, ну, ладно. Раз мы уже все равно, Андрей открыл там, то занавес, и вот сейчас ролик, который выйдет, он рассказывает про это, что он ходил в ЖЭК и выяснял, такая ситуация, когда, оказывается, была, ну, то есть это все очень долго крутится, в том плане, что одно, второе, третье нормально до конца толком понять невозможно, но получается, что когда бабуля еще до сюда, как я заболела, она якобы видела, что там соседи пришли, которая, она была не бывший работник ЖЭКа, у нее мать, инженер нашего, на соседний подъезд, соседний дом, а ее дочка, получается, живет над нами, ну, дочка, как она старше меня уже, да, то есть, а бабушка еще старше, и, короче говоря, они срезали пандус, но вот там он на самом деле прогнил, достаточно как-то неудачно сделанный, поэтому он со временем уже, конечно, там гниет, они срезали этот пандус, срезали этот пандус, якобы, бабуля, подумала, что, может быть, будут ремонтировать, может быть, еще что-то переделывать, и, в общем, она как бы, может быть, и тогда надо было к ним подойти и задать этот вопрос, но она промолчала, нам тоже ничего не сказала, потом я заболела, она к нам приехала 22-го, она была у нас, 23-го она была у нас, она поехала домой только 24-го, якобы, когда она приехала домой, вечером оказалось, что пандуса нет, пандус весь срезанный, который в подъезде, то есть вот этот здоровый пандус, который идет к нашему дому, но он никому там не мешает, он очень аккуратно сделан, он скрепляется на бок, там зацепляется, и даже когда у нас были маленькие дети на втором, на третьем этаже, они пользовались этим пандусом, никто никогда не задавал вопрос, то есть, как бы, что я бы сказала, ну, конечно, это наш пандус, не прикасайтесь, там еще что-то, то есть это было, в принципе, кому надо, тот на нем и ездит, то есть там такая система, она никому не мешает, когда тебе надо, ты опустил, поднялся на коляске, потом его поднял, и все, он места не занимает вообще, и он около, ну, единственное, что они делали не около стенки, они делали около ограды, да, вот этого, с самого перила, за перила его цепляли, но опять же, там, наверное, только мешает, если таким, как Яра, например, Яре тяжело до перила дотянуться, вот если, да, только, а так остальные всем, оно достаточно нормально, ну, и сам факт, у нас это было, уже сколько лет, этот пандус, он рабочий, когда-то мы сами поднимаем, когда-то мы поднимаем, мы пользуемся им постоянно, пока там были, ну, я не знаю, в общем, уже сейчас, не буду, наши уже нервы перетрепались, пытается даже голова разболеться в итоге, вчера это, вот это Андрей пошел в ЖЭК, ЖЭК сказал, что мы не в курсе, бабуля собралась опять сегодня, типа, в ЖЭК идти, я ей вчера сказала, что вы узнаете, а там какие-то, в общем, делались работы во дворе, спиливали что-то, что-то сделали, лепили, в общем, как будто, я так понимаю, как бабуля выяснила, в итоге, что ЖЭК работал, и вот эта старая, она попросила по старой дружбе, чтобы они срезали этот пандус, который в подъезде, типа, якобы, он, в общем, ну, не нужен, необходимости нету, ребенок сейчас там не живет, и этот пандус, он там не нужен, вот, я к чему, что, ну, и бабуля, когда это все выяснила, она сказала, что я сегодня пойду, в общем, я сказала, когда ты пойдешь туда, не выясняй, пожалуйста, ничего не решай, ничего не говори, никого не запугивай, то есть не говори, что мы будем там полицию, еще что-то делать, еще кого-то там привлекать, просто подай заявление, чтобы, напиши, что вот у нас срезали пандус, это с подачи ЖЭКа, если нет, значит, пускай они напишут, что нет, или же пускай они возьмут у тебя это заявление, которое ты уже раз, раз ты туда идешь, и собралась писать, и пускай они просто на нем, ну, примут, что они его приняли, пускай нам потом дадут письменный ответ, что они к удалению этого пандуса никакого не имеют отношения, то есть не надо говорить, даже рот открывать, что, а это я уже просто, мы для себя решили, что я потом, Елена Сан-Андреевна, должны были сегодня, то есть пойти в полицию, написать заявление, что украли пандус, что пускай полиция приходит и выясняет, хулиганство, в принципе, это как бы, это хулиганство, потому что это получается муниципальное, как говорится, имущество, имущество горуправы, которое пришло и поставило для Яры эту вещь, сейчас в момент живет он там, не живет там, это никого не касается, он там прописан, он там, грубо говоря, числится, он платит квартлату, он все вносит, ребенок может, например, учиться в интернате, ребенок может учиться какой-то ему где-то быть удобнее жить, да, то есть в данный момент, но это не значит, что он там не живет, то есть по идее, по факту, то он-то все равно вернется туда и будет там свое время когда-то в будущем жить, да, если, да, ничего не изменится, но это не такое, это не сломанная нога, которая сегодня зажила и завтра не нужна будет коляска, зачем вообще, как бы, да, трогать вещь, которую мы квартиру не продали, квартира за Ярославом, да, то есть, ну, ой, я в шоке, ну, в общем, я поэтому решила, то есть, типа, знаете, как что идти, без нервов, без скандалов, без разборок с соседями, просто написать в полиции, пускай полиция придет, сейчас, доедай, Яр, пожалуйста, доедай, и выясняют, пускай полиция сама это выясняет, кто это сделал, зачем это сделал, но, бабуля пошла, всех напугала, всем накричала, что мы в прокуратуру пойдем, мы пойдем куда-то еще, но в итоге выяснили, да, выяснили, что вот именно это управляющая компания, которая пришла, и которая делала там где-то ограждение, хорошо, Яр, ты доешь, пожалуйста, макароны, которая делала ограждение, вот это, в общем, бывший инженер, она их попросила, и они пришли, то есть, даже со своей лагоны, со своим электричеством, протянули его через три подъезда, и они его здесь срезали, то есть, когда они сегодня к этому мужику, к нему позвонили, он это, как бы, подтвердил, что она сказала ему, он говорит, я откуда знаю, то есть, она бывший инженер, она попросила, ну, я и сделал, да, грубо говоря, откуда я знал, что он можно, что нельзя, то есть, типа, человек говорит, что, тем более у человека есть ключи от нашего подъезда, она, потому что у нее дочка здесь живет, и, в общем, так как бабуля там, типа, на них, якобы, всех накричала, им не хотят прокуратуру, не надо, чтобы с Жеком там еще, то есть, полиция, не надо никому ничего говорить, пускай придут, они должны прийти, сейчас сделать, а я здесь споднялась, как раз только дошли, мы с Ярой, я такая уставшая, на самом деле, очень уставшая, там сейчас с Ярой очень тяжело, физически, да, пока поднимешься, все, и я говорю, что, ну, все хорошо, ладно, делают, пускай делают, а мы пишем свои дела, мы заявили, нет, не надо, она начала, типа, не надо было, да подождите, не надо теперь лезть, пускай они сделают, я говорю, смысл, когда они сделают, когда они его поставят обратно, смысл после этого, потом махаться руками, с другой стороны, зачем было махаться языком, и говорить, что мы пойдем в полицию, если мы теперь не идем в полицию, да, если мы теперь прокуратуру, зачем ты это все решаешь, завтра человеку там жить, хорошо, сегодня были мама, папа, там бабуля, которые пошли за него заступили, завтра он будет один жить, и то есть он уже пойти, если какая-то, извините меня, тварь захочет срезать ему пандус, она просто пойдет срежет, а он даже не сможет выйти, он даже не сможет пойти объяснить, он даже просто не сможет выйти на улицу, потому что у него не будет спуска, потому что им так захотелось, типа, почему это должно быть все оставаться безнаказанно, да, хорошо, она старая, там умрет до этого времени, но остается ее дочь, моего возраста, остается ее сын, Эмелькиного возраста, да, то есть как бы это поколение из поколений, которое будет ходить и гадить, то есть я считаю, что здесь надо просто идти, и было писать, и чтобы это шло как-то, как все равно, то есть пускай разбираются, пускай берут у них, не так, что знаете, типа сказал Мазал, ладно, все вернули, тихо-тихонько, все хорошо, но в итоге, как всегда, осталась я виновата, что я тут опять эмоционирую, я вот так, типа бабуля говорит, что не надо, я говорю, почему не надо, я считаю, что это надо было, и надо было изначально делать, как сказали, так и делать, то есть идти НИК-ТВ, идти прокуратуру, полицию, если полиция уже ничего не будет, значит уже идти там прокуратуру, да, например, но, типа пускай, даже если они сейчас восстанавливают пандус, пускай наказывают за хулиганство, которое она, какое она имела право, по правам ребенка элементарно, да, что какое она имела право просить людей посторонних, чтобы они пришли и срезали, не ее вещи, то есть утащить имущество, ну, в итоге, в общем, Мила не права, бла-бла-бла, Андрей почему-то решил, здесь вообще обидеться резко, хотя, как говорится, сам мне дал телефон, сам дал, я говорю, Андрей, у нас была тема, ты хочешь, иди теперь, я не поняла, мама сказала, то есть ты три дня, вы мне с мамой тут мозги делали, что нам надо и полицию, нам надо так, нам надо так, я уже не люблю, говорю, я так надоела, мне вот эти бла-бла-бла, знаете, бабкины разговоры с сутками, здесь, когда вот, типа, мы тут пойдем, а мы сделаем, и всю жизнь так вот, мы кого-то пугаем, запугиваем, а в итоге, сами остаемся в Г полном, да, я говорю, зачем, типа, раз, начали, значит, давайте закончим, просто спокойно, без эмоций, без этих походов, по этим ЖЭКам, по всем, пускай идут и органы, и все это выясняют, зачем лезть на рожон, и потом, типа, а-ля, сразу в сторону, а теперь, извините меня, мы будем ждать, они пообещали, они не хотят прокуратуру, они не хотят это, я им пообещала, мы с ними договорились, вроде как, типа, они придут, тихо сделают, не надо ничего, не надо, я говорю, тогда зачем надо было два дня, сносить мозг, каждые полчаса звоните, и на эмоциях это все высказывать, и ночью не спать, и днем нам рассказывать, и утром нам звонить, рассказывать, чтобы потом просто, типа, я тут договорилась, я поговорила, не лезьте, теперь вы не лезьте, в смысле не лезьте, я... Детский сад, я сильная группа, так вот, так что, сколько раз я говорила, что я не буду вестись на эти, вот, домашний вот эти, знаете, переговорок, и все равно все так и не получилось, ну, в общем, не знаю, я так и не поняла, до чего мы сейчас, к чему мы вернулись, когда стала бабуля говорить, тогда пойди хотя бы скажи, что, пускай они, раз они говорят, что она это все сказала, ну, типа, этот инженер бывший, тогда говорю, пойди в ЖЭК и передай, пускай они ей передадут, не, я не пойду, я не буду больше, ничего, я не буду туда в пацаны, и они же сказали, давайте мы сейчас, мы сейчас порешаем все, мы сейчас здесь найдем этот пандус, мы его обратно тут приквасим, мы обратно тут его приляпаем, я же тебе объясняю, не надо никуда ходить, не надо ничего писать, никаких заявлений, ни на кого жаловаться, никому ничего, его, у меня, честно говоря, нет слов, Денис Паганин, по полным, из-за того, чтобы заниматься ремонтом, мы опять все обиделись, мы опять все разругались, грубо говоря, поэтому, знаете, честно говоря, как мне она мигает, нет, жить надо отдельно, честно, просто с течением обстоятельств получилось, и Тома, я вот его, не даст собрать мне, наш логопед, она говорит, я не могу его собрать обратно, Яру, это вообще что-то с чем-то, я не знаю, как это работает, но в нашей системе это вот работает, я тоже раньше думала, что это мое, знаете, критическое мышление, что это мои мысли, вот моя психология, что я не хочу принимать какие-то, знаете, вещи, дела, и поэтому, когда мне говорят, что она побольше, почаще, чтобы вот бабуля сюда, пока это не работает, не в Яруном варианте, потому что Яру сразу в ляльку втыкает, тем более, и так есть свои проблемы у него с восприятием, с развитием, да, и получается все, вот его просто отключила, он ничего не хочет, он не хочет не заниматься, ничего, ему надо с бабулей, понимаете, это хорошо, когда это идет общий же просто в жизни, в нормальной жизни, норма жизни, когда вот знаете, это у меня пишут, мне здесь надо, девчонки, что вот Мила, ты не права, там надо, и согласна, когда это норма ребенок, который завтра все равно, с бабулей, без бабулей, он выживет в этом мире, но здесь не тот вариант, и здесь нужно, Яру надо учить постоянно, и, честно говоря, нет возможности, чтобы вот так, знаете, просто играться с жизнью, и типа вот недельное развлечение, двухнедельное развлечение, вот у нас все наперекосяк, вроде я поболела два дня, а у нас это продолжается вот с 22 числа, грубо говоря, 23, вот 24, как Яра осталась, я уже бабуля уехала домой, с 24, сегодня 25, 26, 27, 24 день, у нас вот такая билиберда, в доме, естественно, никто сегодня не делал, ни пандуса, господи, ни потолки, ничего, ладно, будем отдыхать, так что я немножко рассказала нашу ситуацию сейчас, которая у нас происходит, не знаю, чем это закончится, я пока, Эмелька мне говорит, что давай, иди, ты хотела писать, земляни, давай пиши, потому что, это не должно остаться, как говорится, зло не должно остаться безнаказанным, это его право, ребенка, человека, на котором они решили сейчас здесь поиграться, вот так вот, да, поиздеваться, нифига, ну, Эмелька давит на то, чтобы я шла, писала, заявление, Андрей давит, чтобы я не писала заявление, а я сама уже, я так уже устала от этих вечных разборок, честно говоря, я просто устала, я хочу жить своей семьей, своей жизнью, своей квартирой, то есть наладить свой быт, ни от кого не зависящий, Маша, что там у тебя? Пойду посмотрю, ладно, все, всем огромное спасибо, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok